Привет, друзья, это Таран. Сегодня снова поговорим о петлях. Я знаю, эти видосы не набирают просмотры, мало кому интересно вообще смотреть про звук, но вот здесь я попрошу вас остаться, не перематывать и смотреть внимательно, потому что действительно, вот прямо, вот прямо скажу воистину, Сарамоник сделал вот что-то действительно интересное. Это, знаете, прецедент для того, чтобы вы прямо сейчас не бежали, не покупали ничего стороннее, а действительно вот рассмотрели вот эту вот штуку. И самое первое, самое яркое, что в них есть, это цветные экраны сенсорные на самих петлях. Второе, это возможность кастомизации картинки, ну типа вы можете вывести туда свое изображение, какое вам вздумается. Встроенное шумоподавление, встроенные аккумуляторы, естественно, малый вес, размер, естественно. И самое главное, то, к чему другие производители уже давным-давно пришли, Сарамоник только снесся, самое главное, они сделали возможность записи на этих штуках. То есть, теперь можно прямо вот смело, знаете, говорить, что окей, да, у меня с петлями все норм, я не боюсь потерять нигде сигнал. Мало того, есть еще такая штука, благодаря возможности записи, да, есть такая штука, как безопасный канал, так называемый. То есть, если вы не умеете обращаться с гайным, так называемым, громкостью на этих петлях, если вам непонятно, как, что вы делаете, эта штука сама может автоматически в один канал, то есть, у тебя есть левый-правый канал, в один канал будет записывать звук по-своему, ниже на 6, практически на 6 децибел, там, единиц, чего угодно, ниже на 6 пунктов. Для чего? Для того, чтобы вы ничего не перегрузили и сохранили вот эти вот свои звуковые файлы в идеале. Ну и что, давайте посмотрим, что это за зверь такой. Первое, что, конечно же, бросается в глаза, это, конечно же, жирнейшие комплектации у Saramonica. То есть, у Saramonica всегда с этим все нормально. Если брать, допустим, аскетичные какие-нибудь там, Road или DJI, да, ну, буквально аскетичные, то, в принципе, плюс-минус за эти же деньги, даже и дешевле, вы всегда получаете более жирный набор всяких там прибабасов. Но, забегая вперед, хочу сказать, что есть вот все-таки небольшая вот ложка дегтя, да, вот в этом вот большом бидоне с елеем, это, конечно же, невозможность подключить стандартную петличку. То есть, если вы сейчас обратите внимание, на мне сейчас висит петличный микрофон, то есть, это сама эта штука называется лавайер, это та самая петля, вот, из-за чего эти все вещи и получили вот такое вот название. Петля на шее, то есть, у любого человека, стендапера, корреспондента, да, висит на шее петля. Это крайне удобно, когда вы пишете какие-то объемные базы, когда вы пишете какие-то объемные стендапы, то есть, вам нужно нарядить человека таким образом, чтобы сама вот эта вот петля, само это петличное устройство просто не было видно. То есть, вы подключаете эту штуку в саму петельку, петельку кладете человеку в кармашек, либо в задний, либо в передний, не имеет никакого значения, и, соответственно, у вас происходит скрытая, так называемая, скрытая запись звука. Есть миллион возможностей, миллион рецептов, как там взять тейп, прилепить эту штуку между грудей, ее там не будет видно и все такое. Да, это все круто, но, опять-таки, это все касается исключительно лишь профессионалов, которые занимаются профессиональной видеосъемкой и профессиональным, будем так говорить, звукосниманием. Точнее, даже не профессиональным, а даже ты можешь этим подрабатывать, но когда ты едешь писать каких-то важных персон, да, вот будь любезен, чтобы на этой важной персоне не было видно петель. Но, поскольку весь этот продукт, вот вся эта продукция в последнее время предполагается для использования именно в блогерской сфере, именно в блогерской среде, что мы, собственно говоря, и видим, да, все больше и больше блогеров уже со шнурочками на шеях, с магнитиками на футболках и прочие какие-то вещи, поэтому Сарамоник здесь спозиционировал себя именно как вот некая такая блогерская прикольная штука с кучей прикольных-прикольных фич. Наверное, начну с претензий, да, чего мне не свойственно, в принципе, потому что я не скажу, что прям Сарамоник это мой любимый какой-то продукт, но я всегда отдаю должное этой компании по причине того, что я, в отличие, наверное, от других блогеров, которые что-то вам показывают и рассказывают про что-то, никогда этим не пользуются. Сарамоник это мой профессиональный рабочий инструмент, начиная еще с радиопетель, там, вот с такими вот антеннами и со всем, потому что я считаю, это такая, знаете, твердая-твердая середина между вообще каким-то конченным там оборудованием, да, и прям суперпрофессиональным классом. Короче, что у нас тут? У нас есть вот такая вот комплектуха, тут непосредственно лежат сами петли, хотя это все похоже на какой-то, я не знаю, дефлюкатор, да, какой-то там, ну, короче, это что-то такое прям. Вот вопрос мой основной, да, почему не свойственно? Вопрос мой основной вот к этой вот штуке. Я не понимаю, зачем, вот, какой был смысл вот укладывать это все, вот, чтобы получился такой огромный чемодан, честно, я не врубаюсь. Но опять-таки, смотрю на название этой штуки, вижу здесь BlinkMe B2, то есть это блогерская тема, да, и все становится на свои места, то есть все, что вам нужно сделать, конечно же, нацепить сюда свой потрясающий какой-нибудь мобильный телефон, чтобы записывать себя, эй-эй, привет, либо записывать какое-то интервью. Слушайте, вы не поверите, я знаю кучу каналов с миллионными просмотрами, которые снимают себя просто на один айфон со звуком. То есть здесь в этом плане, конечно же, это лучше и не придумаешь. У нас есть две петли, у нас есть потрясающий инструментарий для управления этим всем, и, конечно же, самый профессиональный и, наверное, надежный на сегодняшний день инструмент, который тебя никогда не подведет, это, конечно же, какой-нибудь там Pro Max iPhone, не важно, какой он серии, версии. Ну вот в моем случае 13 Pro Max, это штука, которая не подводила меня еще ни разу. Да, она там перегревалась и Pro, но, в принципе, она работает, работает, и можно на эту вещь создавать контент. Поэтому вот этим и объясняется наличие вот такой вот штуки. Сама петля, как я уже говорил, и дальше идем, вот тут вот появляется жир. Это, сарамониковский жир, будем так говорить. Ну что, ну самое главное, конечно же, это у нас штука, которая будет крепить нашу петличную систему непосредственно на камеру. Выглядит это дело вот так. Вы знаете, хочется отдельно отметить потрясающее качество вот резины, пластика, обработка материала. Вот запах, вот все пахнет какой-то дороговизной. Вот вы знаете, вот когда, допустим, берешь там их прямых там каких-то конкурентов, типа DJI, да, там или еще кого-то, ты понимаешь, что ты берешь какой-то дорогой качественный продукт. В руки здесь вот плюс-минус те же самые ощущения. Второе, это у нас, естественно, магнитные вот такие вот лепехи с клипсами для размещения этих петель на элементах одежды, то есть на лацкании воротника, там на еще каких-то штуках. И третье, целых четыре лепехи, резиновые лепехи. Ну, вы поняли, если вы уже работали с какими-то петлями других производителей, у которых есть возможность магнитного крепления этих штук, то их здесь четыре петли, всего две. Четыре, потому что я не знаю, примерно, что вы половину потеряете, это точно. Далее идет вот такой вот у нас резиновый кармашек, в который, о боже, помещаются провода. Мало того, в чем весомый плюс этой штуки, понимаете, прикол какой? Когда, допустим, я брал свои девятисотки куда-то на задание, на работу, да, и мне было в тягость таскать вот этот вот монструозный какой-то чехол тяжелый с аккумулятором, все, я петли эти брал отдельно. И тут вставал вопрос о возможности зарядки этих штук в момент, когда они, конечно, засядут. И тут приходилось брать с собой какой-нибудь блок питания, брать пару Type-C проводов, для того, чтобы я потом это все дело воткнул в розетку, подключил. То есть футляр это такая жизненно, знаете, важная, необходимая какая-то штука. Но, тем не менее, вот здесь, вот именно тут, да, они справились на отлично, потому что сам вот этот вот приемник, вот эта вот квадратная вот вещь, да, это и является аккумулятором, она является аккумулятором, будем так говорить. Я понятия не имею, как они туда умудрились засунуть аккумулятор, который питает из себя самого, он питает еще непосредственно, заряжает вот эти вот лепехи наши, микрофончики. Ну, как бы, тем не менее, эта вещь работает, и она со мной отработала вот всю запись бложика. То есть я работал где-то с 10 часов, там, плюс-минус где-то до 3 часов, петли не сели, аккумулятор начал подзаряжаться и прочие какие-то вещи. Ну и давайте теперь к функционалу непосредственно этой штуки. Мы с вами посмотрим, как же она все-таки работает. Оставайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь, погнали. Смотрите, какой интересный момент. Во время транспортировки контактная группа вот этих штук заклеена специальной пленочкой, ну, для того, чтобы можно было подлить длительное время хранить это дело все в магазине, куда-то транспортировать, отвезти там в другую страну и еще там все такое. Когда ты ее снимаешь, естественно, первое, что тебе нужно будет сделать, это нажать кнопку включения питания, петля включится, нажать кнопку включения питания на самом вот этом вот блочке приемника и потом удивительное свойство этих штук, да, один из плюсов. Ты начнешь обращать внимание, что эти штуки больше выключать и включать тебе не придется никогда. Потому что модель оснащена функцией глубокого сна, так называемого. Как только ты вешаешь петлю на вот этот вот блок, на этот передатчик, да, она начинает заряжаться и она входит в глубокий сон. То есть разряда не идет никакого. Поэтому по этому поводу переживать не нужно. Это вот, мне кажется, один из таких неплохих плюсов в этой стране, что тебе не надо париться вот о включении, там, выключении и прочих каких-то вещах. Несмотря на то, что здесь уже чехол не нужен. То есть, как я уже говорил ранее, ты эту штуку можешь брать с собой отдельно. Типа взял вот это и там пару лепешек куда-нибудь кинул это все в карман сумки и пошел снимать там все, что тебе забыло рассуриться. То есть, потрясающая штука, да, не занимает много места по размеру, чтобы вы понимали по габаритам, это как какое-нибудь там макрокольцо на твой объектив. Положил в сумочку и забыл про него. В дальнейшем каждый раз, когда ты будешь снимать петлю, допустим, для того, чтобы записать какое-то интервью или записать какой-то стендап, происходит включение. То есть у нас происходит, будем так говорить, выход из спячки. У нас включается непосредственно само устройство и у нас включается непосредственно сама петелечка. Ну, давайте начнем, наверное, с самого устройства. Плюс-минус. Меню здесь, конечно же, аскетичное, потому что, ну, пихать сюда какие-то там навороты по герцовкам, еще по каким-то вещам, наверное, не имеет смысла. Тем более, что у них есть замечательное приложение мобильное, в котором ты это все можешь настроить. И даже там есть пресеты эквалайзера для голоса. И все такие вещи. То есть свайпом, это сенсорный экран, свайпом мы вызываем основное меню здесь на этой штуке. И самое первое, что бросается в глаза, это, конечно, режим записи. Можно записывать моно, можно записывать стерео. То есть моно, это когда ты используешь одну петлю, как в данном случае я, да, и у тебя звук дробится на два канала, но это оба канала монофонические. Либо в зависимости от камеры, да, он будет писаться либо в левый, либо в правый канал. И для этого здесь существует вот такая желтая пентаграммка, чтобы ты понимал, что это правая петля. Right, да, это вот правый непосредственный канал. То есть потом, когда ты у себя в премьере, либо в DaVinci будешь заниматься уже сведением и монтажом, ты будешь понимать, что я вот петлю писал в моноканале, и он распределен у меня на правую сторону. Соответственно, все, что тебе нужно будет сделать, это объединить два канала. Короче, там есть такая функция, как замена левого правым. И наоборот, в DaVinci это называется изменить тип канала со стерео на моно. И у тебя равномерно оба канала заливаются звуком. Второе, естественно, это стереорежим. То есть это стандартная процедура, если ты пишешь на две петли сразу. Допустим, ты записываешь какой-то лайф, да, или какой-то стендап двух человек. Хорошо, или там какую-нибудь продолжительную, как я уже говорил, базу. У тебя два человека сидят на стуле, и один из этих людей что-то невнятно бормочет, бубанит. Соответственно, это один канал, второй человек у тебя кричит, там кашляет, чихает. Это другой канал. Что? Правильно. Ты можешь их расплетить в любом софте, это делается вообще на изи. И отдельно регулировать каждый канал. То есть вот у нас есть два вот таких вот режима. Но это еще не все. Есть еще так называемый режим, видите, здесь появляется значок такого щита. Это сейфти моно. Это типа сейфти ченнел. То есть что происходит? Работает это все, естественно, только в моно режиме, потому что обе петли... Нет, как бы писать ты можешь в обе петли, но регулировать их отдельно ты не сможешь. Вот именно отсюда с устройства, по причине того, что здесь второй, один из каналов, допустим, правый либо левый, да, один из каналов у тебя заполняется дорожкой, записываемой на минус 6 децибел по звуку. То есть как бы ты не настраивал свои петли, как бы ты там не понимал ничего, что происходит, и как правильно это все дело писать, что с этим всем делать. Сарамоник с помощью нехитрой такой обработки, да, занимается тем, что он один канал пишет просто на минус 6 децибел тише от нуля, будем так говорить. Далее у нас идет громкость приемника, то есть RX-Gine это ресивер. То есть эта штука является у нас приемником. Приемником нажимаем, и здесь мы можем менять общую громкость двух каналов, то есть двух устройств. Ну, может быть одного там, вне зависимости от того, как оно у тебя подключено. То есть это громкость, принимающая громкость непосредственно самого приемника. Далее у нас идет громкость трансмиттера. Везде, где написано TX, либо трансмиттер, это и есть сам микрофон. В данном случае у нас сейчас подключены две штуки, поэтому мы видим с вами два канала. И вот простейший пример, один человек сидит там что-то орет, кричит, кашляет, задыхается. Мы его делаем потише, да, и второй человек там, допустим, что-то там не внес на себе, бубонит под нос. Поэтому мы его делаем погромче. Нам не нужно уже больше подходить там куда-то там к человеку, менять громкость непосредственно на его петлях, там лишний раз его попросить там поднять руку, достать ее из кармана. Все это делается у вас из вот этого вот самого приемника. Есть возможность, естественно, управлять экраном тут по-разному. Это AMOLED-экран, поэтому если он будет включен, не сильно это повлияет на расход его аккумулятора. Поэтому у меня он Always On, тем более я делаю обзор. Тем более я рекомендую вам Always On именно на ресивере, потому что вы будете видеть уровни, которые показывает эта штука. То есть вы будете видеть, что происходит. Вот. Ну и соответственно настройки. Здесь есть возможность спаривания, яркость экрана, язык, выбор языка, сброс петель, да, и какие-то там информации, какая-то информация по прошивкам и прочим вещам. То есть очень аскетичная штука, но при этом крайне полезная. А вангую постоянное использование непосредственно вот, 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 вот здесь. То есть вот это самое главное меню. Я не знаю, почему производительно три буквы, почему Saramonic не вывели это вообще типа в отдельные кнопки. Ну, на мой взгляд, что мешало плюс-минус, плюс-минус сделать их прямо на корпусе. Я не понимаю. Ну, блин, почему? Ну, зачем надо лазить постоянно, когда можно просто нажать. Тем более люди ведут себя по-разному во время разговорных каких-то, записи разговорных видосов. Кто-то говорит тихо-тихо, потом бум, начинает взрываться или еще что-то такое. Вот. Поэтому, на мой взгляд, было бы гораздо удобнее делать все эти вещи именно в таком. Что касается непосредственно самих микрофончиков, самих петелек, друзья мои, блин, это потрясающая штука. То есть я вам хочу показать, что если, ну, как бы, показать человеку неосведомленному, да, то он подумает, что это какие-то роскошные котлы. Ну, блин, сколько время? Сейчас, подождите, мне надо посмотреть. Сейчас я включу запись, я сейчас померю этот пульс и все такое. Ну, вот, плюс-минус эта штука вот так вот именно и выглядит. Сразу предвосхищая вопросы каких-то пытливых умов, да, мятных карасей, сферических оленей, хочу сказать, что эта вещь легче, чем все, что есть на рынке в данный момент. Она легче даже вот этих вот, блин, 900 Pro, хотя я их в свое время считал самыми тяжелыми, наверное. Ну, пока не вышли там петли на три буквы, которые действительно тяжелые. И поэтому, когда вы будете цеплять эту вещь на одежду, обременять она вас своим весом не должна, вот просто никоим образом. Что касается меню, сверху вниз у нас есть доступ к быстрому меню, есть Mute петли, есть возможность записи. Как только запись начинается, да, на самом ресивере у нас появляется красненькая точечка. Мы сразу видим, что тут идет запись. Допустим, выключаем запись, запись останавливается. Очень удобно, доступ именно прям к быстрому меню. И самое главное, свайпаем снизу вверх. У нас есть такие некие подменю, да, Onboard Recording. То есть это самое главное, наверное, это то, где Saramonic спал, да, долгое время, они спали, они упорно не делали возможность записи на своих устройствах. Хотя у них со связью, если честно, у них со связью все было нормалек, за исключением некоторых моментов именно с 500 серии. Да, там был брак по звуку, он попадал там под отзывную кампанию, но не катастрофически не у всех. Те Blink 500 Pro, которые я продал сейчас, они до сих пор работают вот у нашего всеми горячо любимого Тиграна, и он там не нарадуется, просто души в них не чает. Вот здесь в подменю можно создавать так называемую защищенную запись. Там я не изучал этот вопрос, мне это просто неинтересно. Ну, скорее всего, какое-нибудь там дополнительное шифрование будет здесь объявлено. Автор рекординг, вот очень интересный такой вариант. Это для тех, кто забывает включать запись принудительно, да. Это вот вариант как раз для тех чуваков, которые... Вот достал ты ее, достал из приемничка, все, она начинает уже писать. Что бы ни происходило, мало того, эта вещь позволяет этой штуке работать просто как диктофон. Допустим, тебе надо что-то срочно записать, или там втихаря записать. Ты просто ее снял с приемника и положил где-нибудь на стол, и все, она уже пишет. И, естественно, все это пишется с качеством Saramonic, прям мое почтение. Ну и, конечно, выбор качества компрессии, звука, да, 16 бит, 24 бита. В большинстве случаев, если ты работаешь там с какими-нибудь там AirPods, либо с какими-то затычками, либо просто с динамиком твоего ноутбука, или с каким-нибудь там плохим звуком на твоей там стационарной системе, в большинстве случаев разницу между 16 и 24 ты не услышишь. Ты ее не услышишь вот вообще ни при каких обстоятельствах. Ну, если тебе нравится 24, если тебе нравятся более объемные файлы, ну ставь 24, боже. Я вот 16 бит, я их попробовал для меня, ну как бы выше крыши уже, можно все это дело уже редактировать, и все такое. Noise Reduction, то есть здесь два выбора, Noise Reduction постоянно включен, и Original Sound, так называемый, ну назвали Original Sound, ну типа вкл-выкл, да, продублирован он вот здесь, вот такой вот желтой кнопкой, с желтыми буквами на ней. Дизайнеры Saramonic, привет, вот, ну как бы тем не менее, зачем было ее делать желтого цвета? Да, если честно, я не понимаю. Но приятный есть такой момент, когда ее нажимаешь, вот, появляется вот здесь вот такой вот маленький значок, около надписи Saramonic, да, вот неприметный, ну почему можно было его сделать там желтого цвета, опять-таки. Почему сделали его белым, да, ну типа, как будто бы это, знаете, продолжение, это значок копирайта, я, если честно, не понимаю. Ну, тем не менее, что есть, то есть. Самое приятное, что он включается и отсюда, и отсюда. Вот, громкость непосредственно нашего приемника, нашего передатчика. То есть, если ты поставил камеру и ленивая жопа сидишь, там тебе тяжело подходить, ты такой, Женя, достань петлю, сделай погромче. Он достал петлю и такой сидит, делает ее там громче, либо тише. Далее, яркость экрана, тайм-аут экрана, включение-выключение, и, соответственно, быстрые настройки, в которые мы с вами можем попасть из быстрого меню. Лонгуаги, время, ресет-вершн и вот это вот, вот все. Ну и давайте, наверное, как раз-таки о самом интересном, самая прикольная фича, которую вы можете получить в этих петельках. Это, как вы уже поняли, кастомизация вот этой вот картинки. Посмотрите, какая красота. И вот, допустим, у тебя авто-выключение экрана, то сенсор отключается, он не работает вообще. Что это нам дает? Правильно, это дает нам возможность эту штуку прятать под одежду, оставляя на виду только вот такую вот малюсенькую лепешечку. Ну и что, если мы уже заговорили про кастомизацию, давайте посмотрим про работу приложухи. То есть, как я уже говорил, берем нашу коробочку, никуда далеко ходить не надо. Я настоятельно рекомендую всем изучать, что у вас находится на коробке, вот здесь вот ищем вот такой вот QR-кодик, наводим на него ваш замечательный мобильный телефон, скачиваем приложение, которое называется банально просто САРАМОТНИК. Видим наше устройство, здесь есть возможность обновления прошивки, здесь есть возможность переназначения клавиш, здесь, допустим, двойное нажатие, есть нажатие с удержанием и прочее. То есть, можно кастомизировать все. Даже вот эти вот там три куции клавиши, которые расположены на торце этого устройства, можно перенастроить именно так, как вы того пожелаете. Ну и самое интересное, это, конечно же, кастомизация интерфейса, друзья мои. Я могу сделать, допустим, вот так. Жму, допустим, на выбор. Картинки старайтесь выбирать полегче. То есть, это тяжелый 5 мегабайт файл, поэтому он передается такое время. Вот он я. Видите, какой красивый я. То есть, так можно поступить со всеми петлями. И, допустим, выбрать, одна петля у вас висит на одном ведущем, вы можете поставить туда его фотку. Вторая петля у вас висит на втором ведущем, вы можете, соответственно, поставить сюда вот такую вот фотку. Ну, еще один интересный такой моментик. Давайте посмотрим, как эта штука ведет себя при записи на мобильный телефон. То есть, что я сейчас сделаю? Я подключу передатчик. Сразу же подключаю эту вещь в свой телефон. Сейчас она мне должна написать, по идее, что, оп, хозяин, я подключилась. Там что-то произошло. И жмем на клавишу аудио. То есть, сразу видите, если обратите внимание, вот здесь есть вот такая надпись USB PNP Audio Device. То есть, сейчас даже уровни по-разному прыгают, потому что один канал тише, один громче, да? Сейчас я вижу полностью все то, что происходит на моих петлях с помощью своего телефона. То есть, есть такой некий мониторинг, да? Допустим, для того, чтобы ты записывал какой-то подкаст, будем так говорить, да? Просто записать. Потому что эта же штука в дальнейшем это все может и редактировать. Здесь вы видите такой красивый значок с моей фотографией. То есть, даже не каждый догадается сразу, что это у вас петличный микрофон такой интересный. А здесь вы видите, будем так говорить, скрытую установку этой штуки. Ну, смотрите, футболка на мне сейчас практически шелковой консистенции. Я специально надел эту мягкую майку, чтобы показать вам, насколько она отягощает, либо не отягощает одежду, в которой вы ходите. Соответственно, если ваш записываемый чувак будет в какой-то хлопковой рубашке поплотнее, да? В какой-то более плотной футболке, либо вообще в толстовке, то эти штуки не давят на вашу одежду вообще. Не надо думать, как там у другого замечательного производителя на три буквы, когда ты ее вешаешь на магните, она вам отвешивает всю одежду. Нет, здесь такого не происходит, потому что эта штука очень легкая. Ну и давайте я, наверное, сейчас включу тофон непосредственно на айфоне, и мы с вами посмотрим, как эти вещи работают. Настоятельно вам рекомендую, когда вы делаете все эти дела первый раз, для того, чтобы узнать возможности ваших микрофонов, возможности вашего приемника, то есть на какой громкости, как, что это дело лучше работает, настоятельно вам рекомендую пользоваться наушниками. Хотя бы первые два-три раза. Отмониторьте, послушайте, как это выглядит, и потом уже эти наушники можете с собой никогда больше не таскать. Все с этим будет нормально. Ну и что, у нас здесь есть клавиша Sample Rate, это так называемая, знаете, по сути дела, если есть вариант, допустим, дискретизация, но грубым языком это так называемая длина аудиофайла, то есть один и тот же аудиофайл, записанный, допустим, в твою камеру и записанный вот здесь вот, на вот эту вот штуку, он может быть разной длины. Это называется дрифт-коррекция. То есть, чтобы все у вас стало на свои места, узнайте, с какой герцовкой пишет ваша камера, и эту же самую герцовку выставляйте уже непосредственно в Sample Rate. Есть еще вот такой вот плагин Low Cut Filter, так называемый, то есть здесь даже на значке, видите, у нас есть некий такой скос по частоте, именно вот в низких частотах. Мы его можем либо включить, либо выключить. Для чего это нужно делать? Это делается, когда ваш персонаж, допустим, которого вы пишете, стоит либо около какой-то громкой музыкальной, там будем так говорить, установки, да, либо на него дует сильный ветер, а вот эту вот ветрозащиту замечательную вы забыли дома. Эта вещь тоже, кстати, очень серьезно помогает. Далее у нас Input Channel, у нас сейчас работает Dual Mono, а, да, именно во время записи я не могу поменять, поэтому я остановлю сейчас запись на телефоне и выберу Can not be all... Так я же остановил. А, вот, остановить, оказывается, есть кнопка для того, чтобы это остановить. Ну, забавно. Да, хотя, казалось бы, ну, нажал второй раз на микрофон и запись остановилась, но нет. Давайте я выберу стерео. Глубину компрессии поставлю 2,4 бита. Voice in chance отключу, то есть есть такой некий усилитель голоса. Есть возможность выбирать WAV MP3 AC. Оставлю WAV. Ну, мы же перфекционисты, нам нужно, чтобы оно все было тяжелое, более качественное. И что? Ну, давайте попробуем. Записываем. У нас новый файл. Привет, друзья, это Таран. Сейчас вы слышите, как работают вот эти вот замечательные петли Saramonic Blink.me B2. То есть это чисто блогерская система, в которой можно кастомно менять. Блин, это классно. Знаете, я сейчас вспоминаю времена Nokia, на которых менялись панельки на всякие цветные. Вот это плюс-минус одно и то же. Еще раз напомню, здесь у меня открытая установка на магните, да. Здесь у меня скрытая установка. Петля сейчас буквально висит внутри футболки. На что это похоже? Конечно, можно сделать две черненькие точечки вот здесь. Но мы с вами не какие-то там извращенцы. Мы же парни с вами нормальные. Вот. Сейчас у меня работает стереорежим, input mode stereo, 24 бита глубина. Вот. И давайте послушаем, как работает звук шумоподавления. Шумоподавление режим номер один. Шумоподавление режим номер два работает вот так. Шумоподавление режим номер три работает вот так. Шумоподавление режим номер четыре. Вы знаете, как меняется вот эта вся вещь, видно даже вот на вот этой своеобразной импровизированной вейформе. Шумоподавление номер пять. Вот здесь, по идее, оно должно вообще сдавливать все звуки, но если вы записываете какой-то стендап, там, вопреки всему на каком-то шумном производстве, то вот этой вещи вам должно хватить вот просто прямо идеально. Но ваш покорный слуга никогда не пользуется шумодавами, ну, потому что, знаете, прикол, я делал обзоры на дешевые китайские петли с шумодавами, и мне очень не понравилось, как шумоподавление реализовано вот именно в них. Я еще не слушал, как это реализовано все в сарамониках, но надеюсь на сарамоник, надеюсь на то, что они, естественно, не подведут. Еще одна интересная такая штука, это улучшение вокала, то есть, вы сейчас до этого слушали мой голос в чистом виде, сейчас у нас улучшение вокала номер один. Улучшение вокала номер один. Выглядит вот плюс-минус вот так. Можно все это дело контролировать еще по вейформе, если вы ленивая жопа, как и я, не хотите с собой носить наушники. Улучшение вокала номер два. Скорее всего, там некий, знаете, низ, середина и, будем так говорить, хайлайты в звуке, то есть, высокие какие-то частоты. Улучшение вокала номер два. Ну и, соответственно, улучшение вокала номер три. Выбирайте для себя, какой для вас подойдет. Напомню лишь от себя, что, допустим, если вы записываете это для подкаста непосредственно с вашего айфона и плюс-минус предполагается, что и слушать вас будут опять-таки из динамиков телефона, то у айфона с динамиками как раз-таки все вот прямо мое почтение. Звук здесь просто потрясающий. Соответственно, можно это все дело слушать через наушники, через всякие вот такие вот штуки. Ну и давайте выключим нашу улучшалку. Вернемся к обычной записи. И, то есть, вот плюс-минус вот так у нас будет выглядеть вот этот вот звук. В общем, вот такие вот дела, друзья. Останавливаю запись. Не выключайте видос, потому что сейчас вы послушаете и посмотрите, как эти петли ведут себя в экстремально плохих условиях. Это, конечно же, моя любимая стояночка. Все, всем пока. Всем мир. Да, до свидания. Все, уходите. Нет, подождите, видос посмотрите со стоянки. Эта штука надета сейчас петлей вовнутрь меня. Неважно, куда смотрит микрофон, неважно, что там происходит. От вашего тела она, естественно, нажиматься не будет, потому что, чтобы активировать тач на этой штуке, вам нужно придавить один раз кнопку включения-выключения питания. Просто вот так, вот чуть-чуть, коснулись, у вас активируется тач. Гениальная простота. Ну, типа, если ты будешь мацать ее руками, смотрите, абсолютно ничего не происходит. Соответственно, здесь у тебя на футболке эта штука висит вовнутрь, и точно так же, абсолютно точно так же пишет звук. То есть, нормально же выглядит? Ну, согласись, да? Как будто бы кардиостимулятор. Главное, не подходить к микроволновкам. Ну, и что, короче, тест на дальность. Не смотрите. Не. Тест на дальность. Короче. Если кто не знает, Мазда Короста. Нет, на самом деле, это Мазда Е2000. Это полный аналог Мазда Бонго Брауни японской праворукой. То есть, это леворукий автомобиль. Я это сейчас все специально говорю, как будто бы вы смотрите обзор на тачку. Короче, это ретро-тачка. Это некоторые хейтеры называют ее некро-тачкой, потому что она 1997 года. 12 лет, 200 см, 3 июня. Отмечает день, конечно, не менее. У нас сегодня все составляющие прекрасных условий. Прекрасных, естественно, в кавычках. Ну и что, давайте я попробую обойти слегонца. Вот, допустим, если я спрячусь вот так вот за автомобилем. Вы сейчас, не знаю, видите меня, не видите, слышите что-нибудь, не слышите. Ну, короче, раз, два, три, я хожу за автомобилем. Обойду вот здесь, покажу. Пройду там, покажу. Блин, у меня тут дверь не закрыта. Смотрите, какие колеса. Давайте я уйду еще дальше куда-нибудь. Давайте я спрячусь куда-нибудь за колонну. Вот здесь вот встану. Послушаем, как эта штука пробивает через колонну. Через автомобили, которые проезжают мимо сейчас. И в подтверждении моих слов я включу вам видеозапись. Вот, короче, чтобы вы понимали. Мазда Короста. Вот там вот стоит Анна Борисовна. То есть это я хожу вам, рассказываю про петли. Не, ну буквально это Мазда Короста. Смотрите, здесь написано Короста. И хожу вам, рассказываю про автомобиль. Можно зайти, типа сесть. Но я не буду, у меня грязные колеса. Зайти сесть и рассказывать вам удивительные истории про какие-то удивительные вещи. Я сейчас стою с петлей. Вот такой вот красивый. Это я, здрасте. Здесь пишет и одна, и вторая. Одна из этих петель, естественно, в данный момент записывает звук в себя. И смотрите, что происходит. Я захожу за бетонную колонну. Это вот именно тот случай, когда все переживают, что она работать не будет. Видите, 200 метров. Смотрите, 200 метров. Давайте я уйду еще дальше. Ну, здесь будет вообще, наверное, метров 100. 100 метров бетон, железо, колонны. Стоит автомобиль между мной и камерой. Вот если там присмотреться дальше, то камера у нас... Вот там он стоит, Анна Борисовна. Вот она. Я иду за. Колоннами. Вот сейчас иду за колоннами. Иду сам своим пешком. Смотрите. Невероятные условия, еще раз повторю. Это все железо-бетонные конструкции. То есть там какая-нибудь 18-я арматура. Все это залито бетоном с какими-нибудь камнями. Вот. Из обедненного урана, будем так говорить. Ну, как бы вот. Поэтому всем же, пацаны. Мазда Королл-то. Смотрите, я купил на нее новые колеса. Колеса топ, если честно. Все, теперь уходите.